Братья, всем привет! Я на сегодня уже отстрелялся, еще в половине второго, вот, записывал видео, изгалялся там. Оказалось, что я все это записывал без звука. Нормально, обычная тема. Хорошо, что я хотя бы проверил перед тем, как заливать на канал. Вот, вот был бы прикол. Не мой кино, непонятно, о чем оно вообще. Итак, друзья мои, напоминаю всем, кто интересуется трейдингом, кто не так давно начал, кто, возможно, рассматривает какие-то вещи по обучению, не знает куда податься, думает и так далее. Я могу со своей стороны, я, конечно, там никакой не авторитет, вот, на просторах и на это. Я так, маленький, скромненький чувачок, который что-то тут делает, чем-то занимается, но я обучался у многих и платил много денег за это. Вот, и могу с полной ответственностью вам посоветовать, если уже идти, получать базу по трейдингу какую-то, то стоит сходить к сейлтрейду. Однозначно, совершенно. Я не буду там впадать в долгую полемику по этому вопросу, объяснять почему и так далее. Если кому-то интересно, можете написать мне личку, там стукнемся в скайп, мы с вами, там сказать, эти вопросы обсудим и я аргументирую вам все, но это будет уже голосом, потому что, ну, здесь немножко о другом. Стартует группа у Володи с 14 февраля, сейчас удобный момент еще попасть туда, да, причем со скидкой. Стукнитесь мне, засветите свой ник в скайпе, я его передам Володе и на ходе к нему при предварительном собеседовании получите скидку в 100 долларов при оплате обучения вашего. По-моему, неплохо, друзья мои, по-моему, неплохо. Чем бы не воспользоваться, почему бы не воспользоваться этим, всем будет приятно, мне приятно, вам приятно. Володь тоже любит делать такие маленькие подарки людям, вообще он такой любвеобильный человек, то есть людей он любит и мы все стараемся работать в этом ключе, то есть не просто алшность некая, да, а что-то еще давать людям вокруг бесплатно, просто так, ради удовольствия, понимаете, есть такое понятие, получать от этого удовольствие. Не все измеряется деньгами в этом мире, но это так, лирическое отступление. Итак, сегодняшний день это один хороший трейд, он получился. Сейчас расскажу, где входил, почему входил, что двигало мной принятие этого решения. Итак, мы видим с вами наверху у меня стоит отметка уровня 6191. Белая линия, да, в которую мы вот здесь вот уперлись. Если вы, друзья, не поленитесь, откроете дневной график, то вы увидите этот уровень. Вот, вы увидите. это уровень трендовой дневки. Трендовой дневки. И мы вот что здесь нарисовали. Правда, это было еще вчера вечером, да, здесь вот была точка входа, по идее, но мы здесь спали все, естественно, да, поэтому тут я ничего не видел, никак тут войти не мог, просто не представлялось возможным. С утра же, когда я попал за терминал, был это примерно где-то в районе там половины десятого, может быть, десяти часов, я не знаю, но где-то здесь вот, то я видел, что мы повторно пришли на этот уровень и его тестим. Причем локально мы, локально в этом месте мы нарисовали, показали уровень локальный, да, вот, от него такой вот отскок показали, потом пришли сюда, перелоили и, собственно, вот начали это и завариваться. И вот здесь уже, вот в этой зоне, когда вот эта картинка разворачивалась, то есть, когда она отрисовывалась в моменте прямо в онлайн, я наблюдал, что там будет происходить. Вот, опять же, помятуя о том, что надо мной уровень 61.90, который давит, да, который давит на нас. Конечно же, я смотрю не только эти вещи, я смотрю параллельно сразу все. То есть, у меня на рабочем моем столе два монитора и пять фреймов, пять фреймов. Это два range и объемные, да, и на втором мониторе там дневка, четыре часа и часовик. Поэтому, когда я смотрю, я вижу, ну так, вижу какую-то такую сквозную тематику рынка, да, что там происходит. Вот, поэтому соизмеряю все. И здесь вот точка входа, вот эту, видите, мы нарисовали, попытка отжаться, еще одна попытка выйти, еще одна, а потом вот такой провальчик. Я прямо вот здесь вот вошел, стоп был куда-то вот сюда. Есть вещи, которые меня смущали, конечно же, смущали, поэтому тут без вопросов первый тейк это только 15 тик, вот, только 15 тик, потому что заброс вполне мог бы быть и выше. Вполне мог бы быть выше заброс. Вот, во-первых, у нас осталась наверху вот эта вот консолидация, с которой мы вывалились, эпох, которую мы так и не потрогали, мы там не дошли пару тик. Вот, мы вполне могли, а, а сегодня, а сегодня, то есть, если вот это, помнить, что вот клиринг у нас, да, а для меня новый день торговый начинается после клиринга. Здесь вот, видите, мы уровень уже нарисовали, да, и мы вполне могли к этому уровню еще там спокойно прийти сюда, вернуться и там, я не знаю, нарисовать какой-нибудь там ложняк, вот, и потом уже уйти, причем там, пересечет этот уровень там нормально, может быть, тик на 10, еще на 15, то есть, это вполне возможно, да, ну, как бы, но здесь был локальный вот этот вот такой слабый сигнал, но он был, и я здесь вот просто зашел, забрал 15, а когда я 15 забрал, я тейк стоп перетащил уже за локальный хай, вот за этот вот, да, и, на самом деле, что еще здесь было, ну, по моим наблюдениям в пользу сделки, это то, что на пятиминутке, которую я тоже посмотрю, она у меня не висит на рабочем столе, она просто у меня открытая, где-то там, в закладках, и когда нужно, я ее достаю, просто посмотрю. Новостной индюк отработал, да, не пугайтесь, друзья мои, я сам иногда его пугаюсь, вот, и здесь я увидел, что вот у нас уровень, максимальный уровень дня, да, и мы его здесь перехаили, да, перехаи такой, ну, как бы я называю их такой, ну, не совсем полноценный, фригидненький перехаичек, да, такой, тем не менее, он состоялся, он был, и можно констатировать тот факт, что стопы здесь были сняты, раз после этого такое достаточно приличное движение вниз произошло. Да, мы здесь ничего не перелоили, да, мы вот с последним лоем вышли в ноль здесь, не на тик даже не перелоили его, поэтому фиг его знает, но, в любом случае, я уже сидел где-то примерно с этих отметок, у меня уже был профит, и даже в случае, если бы мы отстопили меня, отстопили они меня, то я бы все равно по сделке уже был в плюсе, да, то есть у меня уже, как бы, никаких рефлекторных триммеров внутри не было, я спокойно сидел. Цели здесь, ну, я помнил, что это все-таки утром все происходит, да, и поэтому тут, как бы, далеких не ставил. Единственное, что я, конечно, наблюдал, как будет происходить пробитие вот этого локального лоя, точнее, то не локального, а вчерашнего лоя, это уже не локальный лоя, ребят, это я оговорился, прошу прощения. То есть я сидел и наблюдал, как будет происходить пробитие вчерашнего лоя, то есть если бы мы его пробили резко, да, и хорошо, вот, потом бы еще там показали локально, локальную переписку лоя, потом выполнял бы сюда прийти на тест и еще от него там на новую лои уйти или куда-то в ту же зону. Это была бы одна картина, да, одно развитие событий. Но это такое, это бывает, но это все-таки чаще бывает на Америке в районе 18 часов такие вещи, да, резкие движения приличные, а здесь, конечно, ну я не знаю, все может быть в этой жизни, но, что там, 13.30 обычно в это время, в районе часа дня, зачерп утренний уже заканчивается, и здесь могло быть какое-нибудь движение, я не знаю, все что угодно могло быть, можно только догадываться с каким-нибудь переписыванием, там, я не знаю, локального хая, еще чего-нибудь, да, вот, то есть отсюда прийти сюда, перерисовать здесь что-то, потом снова свалиться сюда, потом показать новые лои, вот, поэтому тут не угадаешь, не угадаешь, а если угадаешь, то один раз из десяти, да, нафига это надо? Поэтому, когда вот здесь вот на переписке вчерашнего лоя резкого движения вниз не произошло, я просто вышел, и все, и забрал последний лод свой, то есть вот, собственно, вот, собственно, эта картинка, вот, собственно, эта картинка, причем, в моменте я смотрел и рассуждал, каким образом, вчерашний, вчерашний лой, при подходе к нему рисуем уровень, от которого показываем отскок, дальше пробиваем, пересекаем этот уровень, трогаем локальный сверху, попытка уйти ниже не удается, и начинаем вот сюда, вот, да, заходить, вот тут уже, тут даже можно попробовать в ланге было вставать, но я не стал, потому что, ну, я на сегодня забрал как-то, мне на душе спокойно, нафига это надо? и в момент, когда все это рисовалось, я просто видел, что здесь все очень фрегиненько, ну, то есть, понимаете, вот это вот, это, конечно, ложничок, но он такой недоложничок, если мы говорим о обновлении дневного лоя, да, то есть дневной лоя должен обновляться, там, ну, с каким-то мало-мальски приличными значениями в тиках, ну, я не знаю, 15-20-25, да, в зависимости от времени Европы или Америка, вот, поэтому тут как-то все это непонятно, и вот они, когда вот этот уровень показали, вот еще раз его здесь подтвердили этой отметкой, и ниже как-то не пошли, не знаю, в общем, я вышел вот здесь, просто посчитал, что какая-то шляпа эта полная, и сейчас здесь какой-нибудь разводняк начнется, или мы вообще зафлетим здесь в этой зоне, и будем набирать здесь до Америки сидеть, в общем, короче говоря, я подумал, нафиг оно мне надо, вот, я просто вышел, поэтому, как бы, вот так все, но цели сами, цели сами сегодняшнего дня, вообще, если бы мы здесь хорошо прошли ниже, я бы не выходил, я бы сидел, ну, где-то 6104 я бы сидел, вот, а еще лучше 60-90, вот, где-то на эти отметки бы, и там бы я уже выходил, на тех отметках, потому что все это смотрится очень вниз, ну, как бы, все это смотрится все очень в шорт, очень смотрится все в шорт, не знаю, может быть, на Америке что-то изменится, посмотрим, вот, интересно, отработает, нет, это цель, или же, или же не отработает, вот, любопытно, любопытно проверить даже, вот, самого себя, посмотрим, ну, а по поводу входа я сказал, да, уже, по-моему, здесь сказал, что 61-91 трендовый уровень дневки, вы очень легко его увидите, если посмотрите дневной график, вот, то есть, вот, такими вещами я руководствовался, друзья мои, такими вещами я руководствовался, на основании этих вещей я принимал решение, и получилось сегодня неплохо, плюс, по-моему, 600, там, где этот самый, так, сегодня у нас какое, 8-ое, да, 8-ое, 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 январь, почему январь стоит, не пойму, вот, 8-ое, 627, 627 баксов, вот, я думаю, что более чем, ребят, более чем, приличная, приемлемая цель дневная, я думаю, что на этом стоит заканчивать торговлю, просто, чтобы не переторговать, случайно не попадать в тикт, и так далее, то есть, вот, от этого я пытаюсь отползти, у меня эта проблема существует, и я, на самом деле, боюсь этого состояния, вот, и пытаюсь от этого просто отползать. Так что, вот так, друзья мои, и на этом, наверное, все, больше мне добавить нечего, по сегодняшнему дню, все сами видите, всем желаю удачи, процветания, успеха, конечно, на том поприще, который вы для себя избрали, оно нелегкое, очень тяжелое, вот, так что всем удачи, друзья мои, всех обнимаю, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте, друзья мои, ставьте дизлайки, ну, ставьте что-нибудь, пишите комменты какие-нибудь, это как-то оживляет все, да, это мотивирует, потому что, когда полный ноль, ты вообще не понимаешь, что происходит, и какая реакция, вообще нужно ли это кому-нибудь, да, вообще, в принципе, это интересно кому-нибудь, может, это вообще ни хрена никому не интересно, но, с другой стороны, да и бог с ним, почему, потому что, в основном, это делаешь для себя, но мне это здорово помогает, очень здорово помогает, вот, и я сожалею, что я не сделал этого раньше, вот, мне надо было это сделать пораньше, хотя бы, там, год назад, вот, я думаю, что я бы сегодня был бы совершенно на другом виртуальном уровне всех этих явлений, абсолютно так что все, друзья, на этом больше не задерживаю, не отвлекаю, всем всех благ удачи, пока Субтитры сделал DimaTorzok